Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей, сайт FocusetMorika.ru В этом видео мы будем проводить с вами очередной обзор, очередной просто обалденнейшей колоды. Эту колоду в декабре месяце выиграл лучший комментатор, который занял первое место. Его зовут Александр Черкасов. Александр, отдельное вам спасибо за то, что дали разрешение снять обзор на эту колоду. Ну и сама колода это, собственно, колода Blades, причем это золотое издание от легендарного Слейтера Дево. Вот именно ее мы сейчас и поглядим. Ну что ж, друзья, все мы заждались, наверное, этого обзора. Я и сам, если честно, его заждался. Я и сам уже очень сильно ждал, когда же я его наконец-то сниму. Ну вот, у меня руки наконец-то дошли, и теперь мы полюбуемся на эти карты. Скажу сразу. Колода это продолжение серии колод Blades. Эту серию колод запустил известный Слейтер, которого зовут Дево. Ну, может быть, его так и не зовут, может быть, это всего лишь творческий псевдоним, кто знает. Но, тем не менее, эта колода как бы принадлежит его руке, авторство его. Почему Blades? То есть Blades, как мы знаем, это лезвие, то есть стальные клинки, то есть дословно переводить со смыслом. То есть это клинки, оружие, что-то такое острое, режущее. Поэтому, собственно, на этой колоде мы будем встречать изображения всяких кинжалов, звезд, которыми метаются и так далее. Итак, что же у нас изображено на лицевой части этой колоды? На лицевой части этой колоды мы видим такого вот, как бы рыцарем назвать, язык не поворачивается. В общем, кто играл в игру Assassin's Creed, там был такой убийца, ходил в капюшоне, вот что-то вот похожее на это и стоит здесь. Что-то похожее на него. В общем, такой вот таинственный персонаж в капюшоне, с красивым мечом, в рваном плаще и на фоне такой вот луны. Здесь у нас такая стильная надпись Blades, Playing Cards и сверху Devo. Ну, то есть Devo, чему авторству принадлежит эта колода. Собственно, здесь на торцевой части мы видим надпись Devo's Blades Gold Edition, золотое издание. Здесь просто надпись Blades. Здесь тоже Devo's Blades Gold Edition. А, это у нас все та же сторона, да? То есть на другой стороне надпись Special Gold Edition, то есть специально золотое издание. Ну, и здесь снизу соответствующие надписи, то, что произведено на заводе United States Playing Card Company и так далее, 2015 год. На задней части коробочки мы видим то же самое изображение, которое присутствует на рубашке. Ну, мы его с вами отдельно поглядим. Итак, вот такая вот у нас коробка Blades. Здесь, когда мы открываем, на язычке изображена такая вот звездочка. И достаем наши карты. Коробочка внутри беленькая. Итак. Первым делом, конечно же, скажу, что здесь есть, как обычно, две карты рекламные. Точнее, одна карта просто пустая, черная карта. А другая карта как раз вот с надписью Blades, с таким стильным изображением. И вот здесь вот такая вот надпись идет Handlords.com. То есть, это сайт, где можете посмотреть различные колоды. Там как раз производятся презентации всяких выступлений, известных вот слейтеров. Ну, я так не особо долго полазил по сайту, но сайт такой интересненький. Можно на нем походить, побродить, что-нибудь да посмотреть. Итак, значит, вот такие вот у нас рекламные карты. Ну, конечно же, давайте посмотрим первым делом, как обычно, на Джокеров. Джокеры у нас изображены вот таким вот образом. То есть, это тот же самый персонаж, который изображен на коробочке. То есть, тот самый рыцарь, да? На которого назвать язык не поворачивается. Ну, ладно, будем рыцарем его кликать. То есть, на одном Джокере он стоит просто упершись на меч. А на другом, как мы видим, он этот меч отвел в сторону. Как будто бы кому-то указывает сесть в угол. Вот такие вот Джокеры. Далее, туз пик. Пиковый туз изображен, нарисован очень классно, скажу сразу. То есть, здесь само изображение пиковой масти. И как будто бы кто-то вылезает оттуда. Так, прорывает этого туза и протягивает оттуда руку. Также здесь имеется надпись Blades. Значит, изображение вот это вот. Как бы узнаваемое изображение вот этих карт Blades. Вот эти вот. Типа как мечи такие, перекрещенные. Что-то вроде на звезду даже больше похоже. И такие вот, как бы, крылья от этого изображения отходят. Давайте сразу же посмотрим. Да, здесь вот тоже, кстати, змеи такие изображены. Которые пасти свои высовывают. Давайте сразу посмотрим на рубашку этих карт. Рубашка карт выполнена в золотистом цвете. То есть, как вы заметили, сами карты у нас черные. И нанесение золотистое. То есть, на этой рубашке у нас что мы видим? Первым делом в глаза бросается по центру такая здоровая-здоровая звезда. Звезда, которые... Ну, все мы, наверное, знаем по фильмам про ниндзи, да? С такими вот звездами они там как раз и кидаются. И вот такие вот отходящие клинки. И по углам также изображение звезд. Здесь вот у нас как раз нарисован вот этот вот самый персонаж, который стоит на коробочке. Да, вот здесь вот. То есть, вот же он и нарисован. Так он стоит уже с двумя мечами в руках. Вот такая вот у нас рубашка. Вот такой вот у нас пиковый туз. Так, друзья, что же касается самой колоды. Индексы и изображения старших карт в этой колоде классические. То есть, никаких изменений нет. Единственное, что изменения в цветовой гамме. То есть, обратите внимание. Валет в пик. Тот же самый валет, к которому мы уже все привыкли, да? Который изображен на байсиклах стандартах. Но, что мне понравилось в этом, так это большое наличие красных цветов. Потому что, когда сочетание красного и черного цвета, это очень так мистически и зловеще смотрится. Но, что меня еще больше всего порадовало, так это вот этот вот белый кант, который идет везде. Обратите внимание. Пиковая масть обведена белым. Само изображение валета обведено белым. То есть, все-все-все-все вот так вот обведено белым. Везде есть белый кант. Это просто обалденно смотрится. Не знаю, как через камеру, но через камеру вроде тоже ничего. Вот, но... Так смотрится просто клево. Итак, поехали дальше. Такое вот изображение у нас дамочки. Король. Красные карты изображены вот таким вот образом. То есть, сделаны. То есть, это не как на байсиклах Black Ghost. То есть, там нету такого, да? То есть, здесь именно прям вот красные масти, но как в обычных картах, но на черном фоне. Смотрится так зловеще кроваво как-то даже. Вот такой вот у нас бубновый валетик. Все то же самое. То есть, обратите внимание на кант. Вот это просто, блин, обалденно. Просто офигенная дизайнерская придумка сделать белый кант. Такой вот у нас король, буби, король крести, дама крести, валет крести. Ну и, собственно, все вот эти... Все остальные карты. Валет черви, 10 червей. Ну и все. Друзья, что касается, значит, самих карт, то карты сидят в руке просто класс. То есть, с ними хорошо делать всякие флориши, дриблы. То есть, ну, к качеству карт я хочу сказать просто на высоте. При создании этих карт, кстати, использовалась бумага самая лучшая. То есть, такую бумагу называют премиум класс. Вот именно она здесь и использовалась. Вот так вот можно поработать с этими картами. Верятся они, конечно же, хорошо. Также ленточки очень классно раскладывать ими. Да, друзья, то есть, для работы, для фокусов. Эта колода прям... Можно даже фокус не показывать. Можно достать эту одну лишь колоду, и все, зрители будут вам аплодировать. Нести цветы, заплатят для выступления там. Можно даже ничего не показывать. Так что, друзья мои, если вы хотите приобрести себе данную колоду, то я вам советую не затягивать, потому что, насколько я знаю, издание здесь ограниченное. То есть, это лимитированные издания. И, возможно, их скоро просто в продажу уже не будет. Честно говоря, прям вот не хочется выпускать эти карты из руки. Вот игрался бы ими, игрался. Запоминать и выявлять карту зрителя вот этой колодой, наверное, просто одно удовольствие. То есть, к примеру, мы возьмем, спрячем восьмерочку. И поищем, как следует. Не она, не она. Теперь сделаем раз, два, три. Чик. Ну, ладно. Хватит нам играться. Будем заканчивать наш обзор. В общем, друзья, кому интересна эта колода, ссылку, как обычно, на покупку в проверенных магазинах, я оставлю в описании к видео. И мой вам совет. Если вы хотите купить себе действительно классные карты, то есть, если вы, к примеру, наелись уже байсиклами там за 250-300 рублей, то советую взять Blades Gold Edition, ну или другое издание от D.O. То есть, это карты реально классные, стильные. Все эти изображения звезд просто сразу бросаются в глаза, в колоду действительно влюбляешься с первого ее появления. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok